О Барака Обамы в ходе международного форума ОСЕАН в Лаосе изменились планы. Он отменил встречу с президентом Филиппина Родриго Дутерто. Сделать это пришлось после того, как тот оскорбил Обаму. Перед тем, как отправиться в Лаос, Дутерто серьезно настраивался на разговор с американским лидером и возмущался тем, что Обама собирается задавать ему множество вопросов о внесудебных казнях на Филиппинах. В выражениях Родриго не стеснялся. Я президент суверенного государства, и мы уже давно перестали быть колонией. У меня нет никакого хозяина, кроме филиппинского народа. Он должен проявить уважение и не задавать много вопросов, иначе я, клянусь, обругаю этого сукиного сына на форуме. По данным СМИ, за два месяца на Филиппинах были казнены 2000 человек по подозрению в торговле и распространении наркотиков. После резких заявлений Дутерто, Обама засомневался, стоит ли нарываться на еще более крепкие выражения уже при личной беседе. Встречу, конечно же, отменили, никакие извинения филиппинца тут уже не помогли. Я уже видел его яркие высказывания. Я знаю, что он яркий парень. И я проинструктировал свою команду, чтобы они узнали, может ли у нас с президентом Филиппин быть продуктивный разговор. Конечно же, народ Филиппин – наши друзья и союзники. Но проблема того, как на Филиппинах ведется борьба с наркоторговлей, будет обсуждаться на нашей встрече. Я надеюсь, что диалог будет конструктивным. Ну вот, несмотря на это заявление, американские дипломаты засомневались в конструктивности предстоящей беседы. Вместо этого сегодня Обама встретился с более приятным для него собеседником, главой республики Корея Пан Кэн Хэ. Ну и давайте посмотрим, что же сейчас происходит в Лаосе. ОСЯН – это одна из крупнейших межправительственных организаций в мире. Она существует почти 50 лет и входят в нее 10 стран из Юго-Восточной Азии. У России с ОСЯН – стратегическое партнерство. Уже 20 лет наша страна ведет полномасштабное сотрудничество с ней. Учитывая санкционную политику западных государств относительно России, сложно переоценить ОСЯН как экономического и стратегического партнера. Ассоциация с каждым годом набирает все больше политический вес. Например, сегодня в Лаосе было подписано соглашение с Чили, Египтом и Марокко. Страну установили официальные отношения с ОСЯН. Как мы строим отношения на уже таком практическом...